Особый день. Мы начинаем двудневный фестиваль, который действительно стал уже традиционным. И мы с удовольствием, мы и Медомосковская областная филармония, которая действительно уже возрождается по праву, так можно сказать, с прошлого года. Мы объединили наши усилия с нашими проверенными, надежными и давними замечательными партнерами Культурным центром «Любови Орлов» в Венигороде. Мы очень благодарны директору Алексею Любину, с которым мы реализуем уже далеко не первый проект. Это были и «Ритмы планеты» с цыганской программой. Это была классическая программа с Александром Гиндиным, замечательным пианистом, ансамблем «Эрмитаж». И вот теперь джаз. И не просто какой джаз. Действительно уникальный проект. Не каждый день такие вещи происходят. И в данном случае та дата, о которой Владимир Яковлевич сказал, это всего лишь повод. На самом деле все эти люди абсолютно молодые. Абсолютно молодые и, самое главное, молодые в душе. И вы это, наверное, сегодня почувствуете. Я, вспоминая свое детство, хочу сказать, что мой отец впервые повел меня на полноценный джазовый концерт. Это было в Уфе, в здании Башкирской государственной филармонии. Конец 80-х годов, где Игорь Бриль, которого вы сегодня увидите. Хочу сказать, Игорь Михайлович, но я сказал, что они все молодые. Просто Игорь Бриль. Выступал с Леонидом Пташко. Это на всю жизнь запомнилось. Об этом я Игорю Бриль сказал сейчас за кулисами. И такие вещи запоминаются. И, надеюсь, вот те люди, которые сегодня в зале, в том числе и молодые, совсем юные зрители, они этот вечер и завтрашний вечер тоже запомнят. Игорь Бриль, Давид Глащокин и Борис Фрумкин. Это имена. Но это не единственные легендарные имена на сцене. Еще не легендарный человек. Владимир Ковушанский. Тоже не хочется говорить, что Владимир Яковлевич. Нет, этого человека тоже представлять не надо. Блестящий совершенно музыкальный критик, писатель, журналист. Человек, который знает всю подноготную российского мирового джаза. И я хочу сказать, что ваш сегодняшний приход делает, наверное, вам честь, честь вашему вкусу. Потому что это стоит того. Такие вещи происходят не каждый день. И я просто хочу вам пожелать получить удовольствие. Спасибо.